Здравствуйте! В прямом эфире информационная программа «Республика» в студии Галина Титарчук. Строг действия Федерального фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства продлен до января 2016 года. А с этого года изменяются условия с регионами. Доля софинансирования из местных бюджетов увеличивается. В Чувашии, в частности, с 25 до 37%. Этот и другие вопросы, связанные с капремонтом и сносом ветхого и аварийного жилья, глава Чувашии обсудил с правительством республики на еженедельном совещании. Программа капитального ремонта переселения граждан из ветхого жилья с участием фонда содействия реформированию ЖКХ в Чувашии реализуется уже 4 года. За это время в республику поступило более 4,5 миллиардов рублей из федерального бюджета. Из них на капитальный ремонт многоквартирных домов было направлено порядка 2,7 миллиардов рублей. В том числе это средства фонда 1,8 миллиардов рублей, республиканского бюджета 0,3 миллиарда рублей и местных бюджетов 0,5 миллиардов рублей. За этот период капитально отремонтировано почти 1300 многоквартирных домов общей площадью более 3,3 миллионов квадратных метров, в котором проживает около 170 тысяч человек или 63 тысячи семей. На переселение граждан из аварийного жилищного фонда, те дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2010 года, было направлено порядка 1,9 миллиардов рублей. В том числе средства фонда 1,4 миллиарда рублей, с республиканского бюджета 0,4 миллиарда рублей и местных бюджетов 0,5 миллиарда рублей. За этот период построено для переселения граждан из аварийного жилья около 90 тысяч квадратных метров жилья, переселено более 5 тысяч человек или около 2 тысяч семей и ликвидировано около 70 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Помимо капремонта и переселения из ветхого жилья, а на эти цели пойдет 144 миллиарда рублей, с этого года фонд будет выделять финансовую поддержку и на модернизацию коммунальной инфраструктуры 18 миллиардов рублей. Лимиты для субъектов пока не определены. Деньги будут распределяться при условии, что в регионе 75% многоквартирных домов оборудованы общедомовыми приборами учета, а тарифы на коммунальные услуги установлены на срок не менее трех лет. По требованию фонда в Чувашии составлен реестр ветхих аварийных домов, в который включено 822 здания. В них проживает около 4 тысяч семей. Для их переселения нужно около 6 миллиардов рублей. Все необходимые условия городом будут выполнены. Это касается и обеспечения счетчиками, постановки земельный кадастр, учет и так далее. Если перейти к цифрам, то на капитальный ремонт в городе в 2013 году выделено 60 миллионов рублей. Распределение средств пока не произошло. Ждем программу, ждем цифры софинансирования с федерального бюджета. Заявки приняли, список составлен. После того, как будет подтверждено финансирование, будет определен объем домов и объем необходимых средств, выделенных на эти работы. Что касается аварийного жилья, то на сегодняшний день в городе 301 дом признан аварийным. Это около 8 тысяч человек, 2690 квартир. Сегодня перед всеми муниципалитетами стоит задача – искать средства на софинансирование программы. В данном случае в стороне вам стоять не удастся. Нужно свои резервы бюджетные мобилизовывать для реализации программы. Так как полностью закрыть вопрос за счет республиканского бюджета будет тоже очень сложно. О выполнении программы господдержки малого и среднего бизнеса в Чувашии отчитался глава Минэкономразвития. Всего в 2012 году на эти цели с привлечением федеральных средств было направлено свыше 400 миллионов рублей. На 2013 год сумма увеличена до 520 миллионов. Основные приоритеты – расширение рынка сбыта и выход на внешние рынки, развитие инновационных технологий, техническая модернизация. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. На еженедельном совещании у главы Чувашии обсудили и итоги рабочей поездки в Москву, где прошло первое заседание Оргкомитета по празднованию 550-летия города Чебоксары и столетия образования Чувашской автономии. В составе Оргкомитета министр культуры России Владимир Мединский, глава Чувашии Михаил Игнатьев, заместитель федеральных министров. На заседание побывала и съемочная группа национального телевидения Чувашии. Глава Чувашии ознакомился с основными показателями экономического и социального развития республики. Рассказал о мероприятиях международного масштаба, проводимых в Чувашии. Алла Манилова подчеркнула о необходимости развивать сельские территории. Спрочем, по оценкам федеральных чиновников, Чувашия в этом плане опережает другие регионы. Если бы мы могли сделать, скажем, несколько таких в России, где стартовые условия уже созданы, конечно, с нуля ничего с целины не сделаешь, где мы могли бы несколько таких все-таки эталонных территорий в этом смысле сельских найти, поселковых сельских, поскольку нашим провинциям очень нужен опыт, очень нужны модели. Праздничные мероприятия пройдут не только в столице республики, но и во всех муниципалитетах. Таким образом, изменения коснутся и сельских территорий. Будут реставрированы здания театров, построены медицинские учреждения, отремонтированы спортивные объекты. Всего на подготовку и проведение юбилейных дат запланировано потратить 25 миллиардов рублей, 8 миллиардов из федерального бюджета, 9 из республиканского. Остальная сумма из внебюджетных источников. Это на самом деле минимум, потому что в процессе подготовки этих важных не только для республики, не только для Павловича, но и для всей России дат, конечно, будут рождаться новые идеи. И программа – это не догма. Программа – это тот большой объем, даже минимум его нельзя назвать, потому что это очень солидный объем того, что необходимо сделать в республике при поддержке всех министерств, при поддержке всего правительства Российской Федерации. Будет рождаться много идей, будут рождаться креативные идеи, которые мы будем реализовывать, и разные министерства за счет текущего финансирования. Скажем, если в 2014 году родится идея что-то сделать, подготовить в 2016 году, этого мероприятия, например, нет в программе, это же нас не остановит. Мы будем находить средства, мы будем работать с министерством финансов, и будем делать все для того, чтобы этот процесс шел по нарастающей. Жители республики должны почувствовать изменения уже завтра, отметила Алла Манилова. Михаил Игнатьев рассказал о начатых работах. Ведется строительство Ледового дворца. За три года появится 100 фельдшерско-акушерских пунктов. И это только начало. Селяне знают, что такое культура производства. С учетом приоритетного национального проекта образования, здравоохранения, жилье, агропромышленный комплекс. У нас в республике каждая третья семья была, а сейчас уже выходим к каждой второй семье, оформили льготные кредиты. Они тем самым механизировали свой ручной труд. Они уже являются участниками подготовки к нашим юбилейным датам. Вот это самое главное. Дальше мы должны что делать? Вот это сохраняя, в динамике прибавляя, вдохновляя их, используя наш исторический метод, не имея их еще вовлекать. Глава республики поблагодарил руководителя страны за поддержку инициативы Чувашии о праздновании на федеральном уровне двух памятных дат и предложил следующее заседание Оргкомитета провести в Чувашии. Надежда Яковлева, Андрей Шоклев, Республика. В рамках подготовки к празднованию обеих дат в Чувашии уже в этом году пройдет один из этапов Всероссийского фестиваля «Всемы Россия». Республика будет принимать у себя творческие коллективы из регионов Приволжского и Уральского федеральных округов. Побывать на празднике жители и гости республики смогут 12 июня в День России. В Чувашии существует проблема, касающаяся более 4 тысяч семей. Их дома, построенные почти полвека назад, объявлены вне закона. Сегодня в них нельзя прописаться, невозможно продать или обменять. Сотни таких домов находятся в Новоюжном районе и восточном поселке Чубаксар. В ближайшее время должны быть снесены и на их месте построен новый микрорайон. Наша съемочная группа побывала в микрорайоне Шанхай. История самовольных построек в Чубаксарах началась больше полувека назад, когда на новые производства приехали сотни молодых людей. Жить им было негде, и строить дома в этом месте им никто не запрещал. Землю в собственность им не давали, но и не отнимали. Два десятка лет назад никто и подумать не мог, что настанет время, когда землю, на которой они прожили всю жизнь, придется отдавать. Лисо, построившее самовольную постройку, он не становится собственником этой постройки. Он не может ее продать, не может ее подарить или каким-либо другим образом распорядиться, передать даже по наследству. При этом на нем также лежит обязанность по сносу этой самовольной постройки. Правда, снос этот должен производиться по решению суда в принудительном порядке. Этот микрорайон в народе называется Шанхай. Сейчас он находится под угрозой сноса. Разработан план застройки этого микрорайона, где планируется взвести высотные дома и всю необходимую инфраструктуру. В нем смогут проживать около 6 тысяч человек. Наши граждане пытаются через суд установить право собственности на самовольное строение. Однако на данный момент суды отказывают в удовлетворении ХИСКО. Пользование земельного участка, длительная, приобретательная давность, она подразумевает за собой добросовестность приобретения прав. А в данном случае этого не происходит, потому что у нас есть статья в Кодексе об административном правонарушении как самовольный захват земельного участка. Отстоять свои позиции мы, я думаю, сейчас начнем опять заново, новый виток. Потому что до этого у нас летом команда очень хорошая была. Люди ходили, выходили. Были задействованы адвокаты, которые нам документы помогли, чтобы узнать, в каких мы ситуациях жили до этого, в каких собираемся. Ну, мне кажется, заново надо придется начинать воевать. Жителям, по их мнению, есть за что бороться. В этих домах прошла жизнь многих поколений. Они считают, что имеют право требовать от власти признания и защиты их прав. Когда будут переселены жители будущего Кувшинского микрорайона, лишь вопрос времени. Татьяна Филатова, Евгений Анистимов, Николай Яковлев, Республика. Средний доход жителей Чувашии в прошлом году составил 13 047 рублей. При этом денежные доходы населения превысили расходы на 1%. Об этом сообщает информационное агентство «Регнум» со ссылкой на Чувашстат. По предварительным данным статистиков, номинальные денежные доходы в январе-декабре выросли по сравнению с прошлым годом на 11,3% и составили более 200 миллиардов рублей. Тратили жители республики их в основном на покупку товаров, а плату услуг – это свыше 75% всех денежных доходов. В январе-ноябре прошлого года средняя номинальная зарплата составила 16 719 рублей. Самые высокие зарплаты получали научные исследователи и разработчики, финансисты, специалисты по производству электронного и оптического оборудования. Самые низкие, впрочем, как всегда, у работников текстильной и швейной промышленности, сельского и лесного хозяйства. В Яльчикском районе живет единственный участник боев за Сталинград. Накануне годовщины Великой битвы Семена Викторовича Викторова поздравил зампредседателя Госсовета Чувашии Анатолий Князев. 13 февраля ему исполняется 91 год. В армии он был призван еще до начала войны. В начале июня 1942 года рядовой Семен Викторов защищал Ростов-на-Дону. На Сталинградском фронте он воевал в 640-м полку. После войны Семен Викторович работал в родном колхозе. Вместе с супругой воспитал семь сыновей, двух дочерей. Сыновья построили в честь отца фронтовика часовню, где регулярно проходят службы, вспоминают воинов Сталинграда. Заместитель председателя Госсовета Чувашии Анатолий Князев вручил ветерану благодарственные письма и поздравления от имени президента России, главы Чувашии и губернатора Волгоградской области. Писатель Михаил Юхма в своей поздравительной речи отметил мужество советских солдат, защищавших Сталинград. Глава республики встретился с активистами детских объединений республики. К разговору присоединились депутат Госдумы России Алена Аршинова, представитель городской администрации и Министерство образования. Гости ознакомились с работой по развитию творческих и интеллектуальных способностей детей и молодежи, которая ведется во Дворце детского творчества. Во Дворце для приобщения ребят к научно-техническому, декоративно-прикладному и художественному творчеству действует 96 детских объединений. Во Дворце творчества на сегодняшний день у нас занимается свыше 5000 детей. Дети со всех школ города приходят нам, приходят нам дошколята. Мы принимаем во дворец от трех лет уже начиная. Есть школа раннего развития у нас во Дворце. И после окончания этой школы, школы раннего развития, где тоже там разные направления идут, где детки в игровой форме познают, что такое математика, что такое чтение и так далее, иностранный язык. В пять творческих объединений Дворца имеют звание «Образцовый детский коллектив». Ансамбль «Эреветь» хорошо известен не только в Чувашии. Юные музыканты играют сразу на нескольких инструментах. Часто ездят с концертами по деревням и селам. Побывали на гастролях даже за границей. Чувашский костюм нравится? На праздники одеваетесь? Надо одевать. Праздники как раз. Не надо стесняться. Это как раз богатство всего нашего чувашьего народа, которые издревле делали. Сейчас они красивее, все красивее смотрят. Мы сейчас смотрим как раз то, что сейчас уже с бересты делают, с натурального делают. Это экологически чистый материал для того, чтобы показывать свою красоту. Студия «Зеркало» – многократный призер всероссийских международных конкурсов детского театрального искусства. В его составе сейчас более 70 детей разных возрастов. На протяжении многих лет воспитанники являются участниками городских праздников и концертных программ. Участвуем в многодних елках городских. Одна из самых лучших городских елок. Большое внимание во дворце уделяется развитию талантов детей в области физической культуры. Участники спортивного клуба постоянно занимают призовые места на всероссийских соревнованиях. У нас проблема в том, что зал не вмещается. У нас очень много народа. А студия Антона Бельского – это сложившийся стабильный коллектив с постоянно пополняемым авторским репертуаром. ПЕСНЯ ПЕСНЯ В дворце гости встретились и со стипендиатами главы республики. Дипломы из рук Михаила Игнатьева получили 12 человек. Они были отмечены высокой наградой за успехи в литературе, музыке, спорте, экологии, информатике и социальной работе. За круглым столом собравшиеся обсудили проблемы, которые волнуют молодежь. В частности, интересовались ребята трудоустройством молодых специалистов, развитием науки в регионе. Много интересных предложений было озвучено в ходе встречи. Многие действительно заслуживают внимания. И, кто знает, может, уже в скором времени будут реализованы. Ведь, как известно, за молодым дело не станет. Сегодня на нашем телеканале премьера. Национальное телевидение представляет новый проект «Один день с профессионалом». Это цикл передачи о детях-сиротах и детях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об их судьбах, планах на будущее. Проект выходит при поддержке Общественного совета помощи детям, Министерства экономического развития и образования республики. Национальное телевидение – информационный партнер проекта. Программа будет выходить на нашем телеканале один раз в месяц. Итак, сегодня, 4 февраля. Смотрите в 20.00. «Один день с профессионалом». Тема премьеры «Хочу стать инженером». Здесь не увидим, наверное, отсюда. Ну вот отсюда вот видно. Там подается СОЖ и обрабатывается. А это что такое дело? Это СОЖ. В начале февраля погода изменилась. Выпал мокрый снег, а температура порой переходит в нулевую отметку. Синоптики говорят, все в пределах климатической нормы для нашего региона. По их прогнозам, аномальных изменений температура не ожидается. Так что обойдется без цветения деревьев. Какая погода будет в первой неделе месяца, расскажет старший синоптик Чувашского гидрометеоцентра Надежда Горбачева. В ближайшие сутки у нас сейчас проходит теплый фронт, а следом за ним уже на вторник пройдет холодный фронт. И с этим связана вот такая перемена. Сначала давление сейчас резко падает, через полтора суток начнет расти. На фоне вот просто давления облака рассеются, остатки прекратятся и будут идти лишь местами. И поголодает. Но я думаю, это только до выходных. В выходные снова ожидается вторжение снова атлантического циклона и связанное с ним атмосферных фронтов. И опять падение давления и опять потеплеет. В заключении выпуска о спорте. Глава Чувашия Михаил Игнатьев подписал указ о подготовке к шестому командному чемпионату Европы по легкой атлетике. Напомним, такую правочку боксары получили в ноябре прошлого года. Правительству республики предстоит в двухмесячный срок разработать и утвердить комплексный план мероприятий проведения чемпионата Европы. При этом предусмотреть реконструкцию и строительство спортивных сооружений и объектов, включая социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру и другие мероприятия. Администрации города Чуваксары рекомендовано разработать и осуществить комплекс мер, направленных на повышение качества обслуживания и потребительских услуг в организациях сферы обслуживания и торговли. И еще один чемпионат прошел в Чуваксарах впервые по тайскому боксу. Бои продолжались два дня. Спортсмены из Чувашии и Муриэл разыграли 37 комплектов наград. Боксерам из Чувашии досталось больше половины медалей. Подробнее об этом событии в специальном репортаже завтра, сразу после информационной программы «Республика» на нашем телеканале. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин